Добро пожаловать на еще одно общение у Камина. Это время вопросов и откликов. И передаются вопросы, и братья будут отвечать на них. И мы взираем на Господа как на наш уникальный ответ. Да, Господь, будь нашим ответом сегодня вечером. Сегодня с нами брат Кен Муни, который присоединился к нам из Мюнхена. И также Марк Рута, который тоже присоединился к нам из Мюнхена. И брат Питер Уэлл, который вновь присоединится к нам с северо-запада, из Спокана. Это штат Вашингтон, США. Обычно его можно было найти на Украине, в Украине. Йеми и я, мы будем помогать задавать вопросы сегодня вечером. Йеми, я передаю слово тебе. Спасибо. Хорошо. Спасибо, Натанил. Мы переходим к первому вопросу. И этот первый вопрос адресуется брату Питеру. И вопрос звучит так. У меня есть по-настоящему близкая подруга, которая учится в старшей школе, и я говорю с ней о Боге. Однажды мы говорили о его возвращении. О том, что конец близко. Я думаю, что это пугает ее. Что мне делать? Как мне сказать ей, что это не страшно? Что это хорошо? Вопрос адресуется брату Питеру. Когда мы думали об этом вопросе... Вы знаете, пришествие Господа — это часть благовестия во многом. И знаете, кто первый должен слышать это благовестие? Мы. Нам нужно подлинное откровение и осознание того, что Господь скоро придет. Господь приходит. Он хочет завершить этот век. И есть целое благовестие, связанное с обещаниями о пришествии Господа. И обещаниями в отношении того, что произойдет, когда Он будет основывать Своё Царство на земле. Что касается книги пророка Исаии 11 главы, там содержится пророчество о состоянии, которое будет при пришествии Господнего Царства. Там говорится, что Он будет судить бедных в праведности. Сегодня столько проблем. Я живу на Украине, и вся страна контролируется олигархами, которые просто кормят себя. И опустошают, обвиняют всю страну. Братья и сестры, вот благовестие. Господь приходит. И Он будет судить бедных в праведности. Он будет решать с беспристрастием для подвергшихся скорби людей этой земли. А вы знаете, сколько негодований в Америке сегодня в отношении пристрастия? Все должны быть равны. Вот благовестие. Там не будет пристрастия. Все будет с беспристрастием. Когда Господь вернется, Он будет решать с беспристрастием для подвергшихся скорби. Это хорошо, правда. И Он поразит землю жезлом своих уст. И дыханием своих губ убьет порочного. Это означает, что это Его Слово. Его Слово. Это меч, который поразит злых людей. И там, говорится, волк будет жить с ягненком, и барс будет лежать с козленком. Вы скажете, да? Да. И теленок, и молодой лев, и откормленное животное вместе, и маленький мальчик будет водить их. Коровы и медведица будут пастись. Их детеныши будут лежать вместе, и лев, как волк, будет, волк, извините, будет есть солому. Грудной младенец будет играть у норы кобры, и на логовище гадюки, отнятый от груди ребенок, будет протягивать свою руку. И они не будут причинять зло, и не будут уничтожать на всей моей святой горе. Ибо земля будет наполнена знанием Иеговы, как вода покрывает море. Я думаю, нам нужно заучить наизусть эти стихи. И просто скажите своей подруге, вот что грядет. Новое управление. Новое управление принесет вот такое царство. Он возвращается. И Он решит все проблемы, с которыми мы сталкиваемся в мире сегодня. В Откровении. Мне кажется, в 21-й главе. Он говорит, когда Он придет, Он отрет всякую слезу с их глаз, и не будет уже страданий. Второе пришествие Господа – это конец страданий. Это замечательно. Что это за благовестие? Вот что нам нужно говорить людям. Что вы думаете, братья? Да, да. Это благовестие. Когда я думал о вопросах, о вопросе об этом, кажется, что у него, у этого автора вопроса, есть основания что-то сказать этой подруге. Да, это может пугать. Но вы знаете, что? Вы можете быть частью тех, кто поможет ему вернуться и сменить все управление на Земле. И это фундаментальная перемена. Ни одна другая администрация на Земле даже близко к этому не подходила. Поэтому нет причин пугаться. Напротив, я хочу откликнуться на то, что сказал апостол Иоанн в последней книге в Откровении. Господь говорит, «Я прихожу скоро». И апостол Иоанн говорит, «Аминь, приди, Господь Иисус». Это возможность для этого человека тоже сказать эти слова, приняв Господа. Это настоящий вход для благовестия. Аминь. Это настоящий проход для благовестия. Вот что касается отношений с этим человеком. На студенческой конференции, которая будет скоро, и тема такая будет, «Грядущее царство сына его любви». Нам нужно помочь этому человеку понять, осознать, что природа Господа — это любовь. Его царство — это царство любви. В Евангелии Иоанна 3,16 говорится, «Бог так возлюбил мир, что отдал своего единородного сына». Нам нужно помочь этому человеку понять, что Господь приходит. для тех, кто любит его, и кого он любит. Нам нужно помочь ему осознать, или ей, или это она, на самом деле, ей осознать, насколько Господь любящий. В книге Оси, 11,4, там говорится, «Я влёк их узами человека, связями любви». «И я был для них как те, кто поднимает ермо на их челюстях». Господь влечёт нас любовью, не для того, чтобы испугать нас. Его намерение, изначальное намерение в отношении народа Израиля заключалось в том, чтобы они пировали им. И он отмечает, что он хотел, чтобы они стали его женой. Нам нужно помочь этой девушке осознать, что Господь приходит. И на самом деле, это должно быть чем-то приятным. Это как вот двое возлюбленных встречаются вместе. Вот чем должно быть пришествие Господа. Он ждёт своей невесты. Поэтому это встреча двух влюблённых. Аминь. Вы знаете, братья, я хотел бы упомянуть вот эти стихи в Откровении в отношении пришествия Господа. здесь говорится. Это связано с искупленными святыми, с их наслаждением Божьей заботы, заботой и пастырством Агнца. И это те, кто служит днём и ночью в его храме. И тот, кто сидит на престоле, будет стоять шатром над ними. Этим людям нужно знать, что им нужен дом. И Бог хочет быть их домом. Он хочет стоять как скиния над ними, как шатёр над ними. И они больше не будут голодать. И они не будут жаждать. И не будут поражать их зной и солнцем. Ибо Агнец, который посредит престола, будет пасти их и вести их к родникам вод жизни. Бог отрёт всякую слезу с их глаз. Это также связано с обещанием Господнего пришествия. И это обещание для верующих. Но это также обещание для народов, для племён. Вот этот стих. Смотрите, скиния Бога с человеком. Это откровение. Давайте посмотрим. Я не могу найти сейчас. Но я думаю, что этого достаточно брать отношение ответа на этот вопрос. Как вы думаете? Питер, что ты думаешь? Я понимаю, что мы подходим к этому с точки зрения неспасённых. А если человек спасён, и они просто боятся спасённые, что бы ты им сказал? Допустим, это верующий, молодой верующий. Может быть, он принял Господа несколько лет назад, и он охладел по отношению к Господу. И поэтому он боится, думая о его скором пришествии. На самом деле это зависит от ситуации. Но в общем, это тоже часть благовестия. Чтобы Господь принял нас, нам нужно быть в Христе, в ковчеге. Вне Христа. суд уже происходит над всем человечеством в целом. И нам нужно быть перенесёнными из царства сатаны в царство Божье. И нам нужно сделать выбор. Нам нужно сделать выбор. И Господь просит вас совершить этот перенос. И для этого нужно уверовать в него. Это всё. он просит, чтобы уверовали в Господа Иисуса Христа и приняли Его. А чтобы принять Его, нужно открыться Ему и помолиться и сказать «Хорошо, Господь Иисус, вот я я прошу тебя спасти меня, искупить меня от моих грехов, простить мне мои грехи, войти в меня, приведите её, чтобы она непосредственно соприкоснулась с Господом». Однажды я благовествовал психологу, и братья спорили с ней, а она не хотела верить. И она говорит «Я не собираюсь верить». И я сказал «Давай сделаем вот что. Помолись прямо сейчас и скажи «Господь Иисус, я не верю в тебя». И она сказала «Хорошо». И она сказала «Господь Иисус, я не верю в тебя». Затем она сказала «Подожди, подождите, что вы делаете вообще?» И она сказала «Только что со мной что-то произошло». «Да, давай попробуем еще рассказать это. Господь Иисус, Господь Иисус, я не верю в тебя». И она снова помолилась. В конечном итоге она стала призывать Господа. И она была чудесным образом спасена. Главное это привести их к тому, чтобы они соприкоснулись с Господом, помолились Господу и поговорили с Господом о чем-то. Если они скажут «Я не верю в Бога», ну, давай поговорить с ним об этом. «Бог, я не верю в тебя». то, что они открывают свое сердце и начинают разговаривать с Господом, это уже что-то. Господь использует это возможное, чтобы раздать тебя в их сердца. Очень часто именно так. Спасибо, братья. Я рад, что я не единственный, кто боится пришествия Господа. Спасибо за ваш отклик. Я адресую следующий вопрос тебе, Марк. Вопрос гласит, насколько я должен открываться старшим братьям в отношении личных вопросов. Я боюсь, что они станут смотреть на меня по-другому. Я очевидно боюсь, что они будут смотреть на меня по-другому после того, как я откроюсь. Вот в чем смысл. Ну, я думаю, что не всегда. Я бы сказал, да, конечно, это здоровая практика, которая подразумевает, что вы открываетесь правильному человеку, так сказать. И возраст здесь не единственный критерий. Вы открываетесь не просто потому, что кто-то старше вас. возраста недостаточно. Мы знаем, что Павел говорит о том, что есть много учителей. У вас много учителей, но немного матерей и отцов. Одним из отцов он был. И нам нужно открываться матери дробь отцу. Я не говорю о том, что это должен быть мужчина или женщина. Я имею в виду того, кто заботится отца. это человек, от которого вы получаете снабжение. Вы можете подумать, ну, это человек моей местности, он постарше меня, мне нужно открыться ему. Нет, вам нужно тоже иметь какую-то проницательность, потому что вы ищете мать и отца, которым вы можете открыться. Это те люди, которые смогут позаботиться о вас, снабдить вас и покрыть вас, и они не повредят вам, потому что вы, может быть, прошли через то же, через что проходите вы. Поэтому люди, которые открываетесь, должны восстановить вас, а не судить вас. но вы должны делать это мудро в отношении того, кому вы открываетесь. Это важно. ключ. Особенно если это какой-то деликатный личный вопрос. Вам нужно уже иметь какие-то отношения с этим человеком. вы должны доверять ему, вы должны знать, что этот человек заботится о вас. Вы понимаете, что вы для него не просто проект. Он заботится о вас лично, о вашем росте в жизни, о вашем будущем в Христе. Это должен быть тот, кому вы открываетесь чувством, как бы приятным чувством, чтобы вы не чувствовали себя неловко. Этот человек, у которого должны быть соответствующие переживания, сердце, любви, сострадание, чтобы он мог принять это общение и пасти вас взамен. Я думаю, что это очень важно. И молитесь много. Господь, я думаю, что мне нужна помощь. Я не хочу делать это сам. Мы в теле, нам действительно нужна помощь в теле, но молитесь, Господь, кому я могу открыться, кому я могу открыть тот или иной вопрос. Ищите Господа, ищите Господа в отношении этого. Вы не должны открываться просто любому встречному, без различия. Нет. Вам действительно нужно открывать свою ситуацию, личный вопрос тому, кому вы доверяете и кто позаботится о вас. это напоминает мне об одном переживании, которое у меня было. Я помню, я работал, я выполнял какой-то проект, и проект, контракт, как-то очень резко завершился, и меня это просто придавило. я потерял работу, и я открылся кому-то в отношении этого вопроса, другому брату. Я просто был в отчаянии, и я открылся человеку, и не было отклика, не было какой-то помощи, потому что в этом случае это не был как бы отец для меня, который бы по-отцовски позаботился обо мне и беспокоился обо мне. Но я не был разочарован. Позже я открылся другому человеку, но уже после того, как я молился, размышлял, кому мне открыться. Поэтому вам действительно нужно быть мудрыми в отношении этого вопроса. И также насколько вы можете открыть свой личный вопрос. Это, конечно, зависит от вас. может быть, вы откроете сначала не все, а потом вернетесь к этому вопросу или к этому человеку и откроете больше. Может быть, не стоит открывать сразу все, но сначала немного, потом еще немного и так далее. Да, когда мы общались об этом, обсуждали это, мы вспомнили слово брата Ли, сказанное нам относительно того, как мы следуем за другими в церковной жизни. Вы знаете, братья и сестры, церковная жизнь — это семейная жизнь. В церковной жизни у нас должны быть те, кто является матерями, кормящими матерями, лелеющими матерями и увещевающими отцами. Кажется, в первом послании Коринфянам 4 главе говорится, у вас много учителей в Христе, но немного отцов, много наставников, но немного отцов. Много братьев и сестер могут давать вам какие-то советы, но нам на самом деле нужны матери и отцы в церкви. И Павел был таким образцом. Он был и матерью, питающей матерью, и он был увещевающим отцом. Он был человеком, который любил Господа. Он жил для Господа. Он отказался от своего «я», от своих природных предпочтений. Интересно, в жизни изучении книги Фессалоникийцам, посланник Фессалоникийцам, он говорит об этом, он говорит, Павел считал себя кормящей матерью. У него не было даже мысли о том, что у него было высокое положение, власть или что-то подобное. Он считал себя просто кормящей матерью. И это совершенно отличается от человека с положением, каким-то лидером и так далее. Братья, нам нужны такие люди в церковной жизни. Какой чин, какое достоинство или великолепие принадлежит кормящей матери? Просто заботится о детях нежным образом. И Павел считал себя таким. И он сказал, жаждая вас, мы хотели передать вам не только благовестие Божье, но даже свои собственные души. В церкви я знаю, я знаю людей, которые жаждут меня, которые глубоко озабочены мной. И они могут сказать мне как отец. Питер, что ты делаешь? Я беспокуюсь о тебе. Вот как отец, который увещевает меня. Давайте поговорим об этой одной вещи в отношении вопроса. Если они будут думать по-другому обо мне, вот брат задает вопрос. Я помню, я рассказал братьям историю, мне было 16 лет, и я только что получил свои права, и я возвращался домой из школы. И у меня дома была большая машина, там 14 человек могли поместиться. поместить. И все дети в машине сказали «Петер, 뛰!» И в общем я ударил эту машину и все дети кричали «Убегай, убегай!» и меня совесть очень сильно беспокоила. И через неделю пришел полицейский к нашей двери, и он сказал моей маме все, что произошло. И моя мама пришла и сказала «Питер, полицейский приходил сегодня». и я просто был пойман. И я действительно попал в очень сложную ситуацию. Мне нужно было пойти в полицейский участок либо три дня сидеть в следственном изоляторе или какие-то общественные работы выполнить. И когда мы были на пути в полицейский участок, мой отец сказал мне «Питер, я хочу, чтобы ты знал, что бы ни было, ты всегда будешь нашим сыном. Всегда будешь нашим сыном. Мы всегда будем стоять вместе с тобой». Вот это да. А это о чем? Я думал «Что за идиот я? Что я натворил? забуду?» Но я никогда это не забуду. Никогда. И на самом деле я вел себя со своими детьми точно так же. И отец сделал это в 15 главе Евангелия от Луки. Как вы думаете, что думал отец о блудном сыне, когда он вернулся? Да, да. Нет, он и так думал. Он был счастлив, он танцевал. что его блудный сын вернулся. Итак, брат или сестра, если братья будут считать себя каким-то другим, это их проблема. Это означает, что они неподлинные отцы. Мы должны быть способны открываться друг другу и искренне заботиться друг о друге и преподносить Христа друг другу. Должна быть такая открытость в церковной жизни, как брат сказал. Мы не должны открываться любому встречному, мы должны открываться надлежащему человеку, который любит Господа, ищет Господа и заботится о вас. И вы знаете, заботятся они о вас или нет. Вы знаете человек. Братья, это очень полезно. Я хотел бы продолжить этот вопрос, особенно если вы в какой-то маленькой местности, маленькой церкви, и может быть, там немного людей, и может быть, пообщение от людей. Что вы можете сказать? Потому что каждый хочет найти того, кто будет лелеять и питать, мать и отец. У вас есть какие-то мысли о том, как найти кого-то подобного, скажем, если в вашей местности нет никого? Ну, я бы сказал, с практической точки зрения, и я говорю о времени после пандемии, смешивайтесь с церквями вокруг вас, потому что ключ состоит в том, чтобы у вас были какие-то отношения с этим человеком. Для того, чтобы это произошло, нужно встречаться с этими людьми, узнавать их, даже если они не в том же месте, где вы. Даже в эти дни мы используем Zoom. Это тоже возможность с кем-то встретиться, пообщаться в Zoom. есть много групп, есть много разных разного пастырства, после конференций, мы часто смешиваемся по-разному. у вас таким образом появляется возможность узнать кого-то, кто может быть, будет человеком, которому вы можете открыться даже через WhatsApp. или через WhatsApp. Это, конечно, затрудняет немножко общение, понятно, дистанционное, но если они в церковной жизни, если это ведущие братья в церкви где-то, они должны быть людьми, которым можно пойти и пообщаться. Но если в вашем местности вообще никого нет, мы с радостью можем пообщаться. На самом деле, вот по этой ссылке, по которой вы пишете вопрос, вы можете задать этот вопрос, с кем можно пообщаться. Именно для этого мы находимся здесь. Поэтому в теле есть снабжение. Мы не должны бояться найти кого-то или открыться кому-то. Аминь. Спасибо, братья. Это утешает. Спасибо за учение. мы переходим к следующему вопросу и мы передадим его брату Кену. Вопрос звучит так. Как практически... Ой, извините. В чем разница между переживанием Христа и наслаждением Христов? Я иногда слышу, как эти термины используют в качестве взаимозаменяемых. И это сбивает меня. Сначала идет одно, а затем другое. Аминь, братья. У нас было общение и мы размышляли об этом. Мы читали что-то в слушании. Да. Действительно, сначала идет одно, потом другое. Но я начну с первой главы Евангелия от Руки. 46-47 это стихи. Мария говорит. «Моя душа возвеличивает Господа», Мария сказала. «И мой дух возликовал о Боге моем Спасителе». Посмотрите на время здесь глагол. Сначала дух Марии коснулся Господа, затем ее душа откликнулась. Она возвеличивала, то есть наслаждалась. Видите? Сначала идет наш дух. И в служении во многих местах говорится, что мы соприкасаемся с Господом, нашим духом, и когда мы наслаждаемся, мы наслаждаемся в своей душе. Наш дух — это не орган наслаждения. Наш дух — это орган, при помощи которого мы соприкасаемся с Господом и всем его богатством, а именно в душе мы наслаждаемся этим богатством. возможно, рассматриваем наслаждение как цель. Но на самом деле цель — это переживание Христа. А на основании переживания Христа у нас должно быть наслаждение в душе. Если мы ищем Господа только для наслаждения, это может быть чем-то опасным. Мы не хотим получить просто какое-то чувство. Очень часто вы думаете. А наслаждение как чем-то экстатическом, чем-то таким захватывающим, ярким. Это может быть. Но посмотрите 6 главу послания к Римлянам. И там видно Римлянам 8.6 «Разум, обращенный к духу, жизнь и мир». Вот этот мир и есть наслаждение Господом. Это мир, который Господь дает нашей душе, когда мы касаемся его в своем духе. Это вот фактор наслаждения. Иногда мы молитвенно читаем Слово. И у нас очень сладостное время, мы наслаждаемся. У нас нет времени читать все эти стихи, но если вы прочитаете книгу «Переживание Христа», в этой книге 3 главе во 2-м и 3-м разделе, говорится. Там заголовок такой. Разница между переживанием Христа и наслаждением Христом. И там отмечается, что переживание в нашем духе часто там приводится пример. Ребенок может есть какие-то овощи, он переживает, но ему они не нравятся. То есть он не наслаждается. У нас может быть такая же ситуация с Господом. Когда мы только пришли в церковную жизнь, для нас это было чем-то сладостным, радостным. Может быть, вы попали в церковь, вы стали смешиваться со святыми, это что-то полное радости. И затем у вас, может быть, спустя какое-то время появляются проблемы со святыми, и наша душа ощущает какие-то неприятности. И мы не можем наслаждаться Господом, когда в душе есть проблемы. Да, Дух может переживать Господа. И мы начинаем терять наслаждение Господом таким образом. и в этот момент нам нужно взирать на Господа. Господь, вот такие вещи беспокоят меня, я приношу их тебе. И когда я применяю крест, мне это может не нравиться, но при этом мы можем переживать Господа как любовь, который может преодолеть эту ситуацию. Может быть, то, что мы не любим какого-то человека. Очень часто проблема возникает в нашей душе, и тогда мы не можем наслаждаться Господом. Например, наша душа не права по отношению к Господу и к телу. И это также может стать проблемой в нашем духе. Может быть, в нашей совести есть какая-то обида, и мы не можем коснуться Господа из-за препятствия в нашей совести. И в первом послании Иоанна, первой главе, седьмом и девятом стихах показан цикл жизни, и результатом этого является радость. поэтому, когда у нас есть общение жизни, появляется свет и очищение, это приводит нас в радость Господа, наслаждение Господа. Послание к филиппийцам, я просто читаю подпункты, это книга, посвященная переживаниям Христа и также наслаждению Христом. в послании филиппийцам много говорится о переживании Христа, и слово «радость» используется много раз, более десяти раз, а радость где-то шесть раз. То есть это связано с наслаждением, если мы правы по отношению к Господу, по отношению к святым, у нас есть радость в нашем христианском переживании. Но опять-таки наша цель состоит не в том, чтобы искать просто наслаждение, радость. Наша цель состоит в том, чтобы искать Христа и переживать Христа. Павел снова и снова говорил о том, что он стремился узнать Христа, узнать силу Его воскресения, узнать общение Его страданий. Часто мы узнаем Господа путём страданий, в том числе в теле, ради Его тела. Наше надлежащее христианское переживание конечно имеет радость, но радость не должна быть нашей целью. Иногда моя христианская жизнь такая. Конечно, у меня есть радость в Господе, в цепонной жизни, а затем по какой-то причине только это уходит. И часто Господь в этот момент хочет, чтобы мы сделали шаг вперёд. Может быть, мы комфортабельно чувствуем себя, когда мы наслаждаемся Господом, и, может быть, нам нравится петь какие-то гимны по утрам, господь хочет повести нас к переживанию того, чтобы мы наслаждались им, читая Его слово или призывая Его имя. Может быть, мы призываем, и это уже не так сладостно. И Господь как бы говорит, «Но у меня есть ещё переживание для тебя». Секрет «Песни песни». Там показаны многие стадии, многие этапы. В один момент она любила Господа, а потом она увидела, что Он убежал и где-то скакал по горам. И она должна была поговорить с Господом честно. Например, происходят какие-то аварии в вашей жизни, и вы говорите, «Господь, почему? Что происходит? Почему у меня нет желания стремиться за тобой?» Именно в это время Господь приходит к нам в это время. Он ведёт нас дальше к свежим отношениям с Ним. Это важно, чтобы было видение. Видение того, что мы здесь для Господнего домостроительства, для Божьего домостроительства, для замысла Господа. И видение важнее, чем наши чувства. Поэтому, если мы живем согласно своим чувствам, наши чувства уходят, и Господь не позволит нам жить согласно своим чувствам. Он убирает иногда наши чувства, и Он верен в это. Он не хочет, чтобы мы жили своими чувствами, и Он не хочет, чтобы мы жили согласно своим чувствам, искали чувства. Он хочет, чтобы мы жили верой, словом, видением. И очень часто в книге пророка Исаии, я через минуту остановлюсь, тихо- мягкий голос. Там говорится о тихом мягком голосе. Там говорится о тихом, мягком голосе. Помните, Илья видел сильный ветер, огонь, и потом был тихий, мягкий голос. Нам нужно учиться различать этот тихий, мягкий голос. Нам не нужно искать наслаждения, это не наша цель. Нам нужно переживать Христа, это наша цель. Но Он приходит к нам как тихий, мягкий голос, и Он таким образом дает много-много новых переживаний день за днем, когда мы позволяем Ему путешествовать вместе с нами. Когда брат Ли говорил о разнице между переживанием Христа и наслаждением Христом, он использовал пример с пищей. Я могу есть пищу и переживать ее, но наслаждаюсь я или нет, это совершенно другой вопрос. Когда я был мальчиком, мама хотела, чтобы я ел горох, я переживал горох, или фасоль, но я не наслаждался этим горохом. Я думаю, что наши переживания Христа такой же. У нас много разных переживаний Господа, подлинных переживаний Господа, но при этом у нас нет наслаждения в этих переживаниях. я делал что-то плохое. Я думаю, недавно я сделал что-то плохое. И у меня было плохое чувство. Я вообще этим не наслаждался. И я вынужден был повернуться к Господу и признать свой грех. и это не было сладостно вообще. Но когда я стал исповедовать свой грех и говорить Господь мне нет оправдания. Я просто виновен. Пожалуйста, прости меня и очисти меня своей драгоценной крови. и он коснулся меня. И я стал переживать омовение. Я стал наслаждаться омовением драгоценной крови. Я стал наслаждаться любовью Господа по отношению ко мне. На самом деле есть примечание в конце послания к Титу 4 главы. И там примечание к слову вера. Вера и любовь. У нас есть песня. Вера и любовь это две неразделимые и превосходные добродетели верующих в Христа. Вы знаете, да, вот эту песню. здесь говорится. Вера нужна, чтобы осознавать обеществлять и получать безграничное богатство Триединого Бога. Послушайте, любовь нужна, чтобы переживать неизмеримо богатого Триединого Бога наслаждаться им и являть Его. Моем переживании, если я не люблю Господа и не переживаю Его любовь, я не очень наслаждаюсь им. В эти дни мы читаем служение и так далее, и часто братья вели нас молиться таким образом. В эти дни Господь, вновь зажги мою любовь к Тебе. Я просто хочу любить Тебя. Я хочу быть безумно любящим Иисуса. И для этого вы знаете, я начал любить Господа, и это была моя любовь. Но поскольку это была не моя любовь, я любил его, потому что он излил свою любовь в мое сердце. И я стал расти по мере того, как я открываюсь и общаюсь с ним в его слове. Он просто изливает свою любовь, и моя любовь растет, и мое наслаждение растет. Да. чтобы наслаждаться Господом. Очень и очень нужна любовь. Давайте сделаем так. Просто будьте простыми и упражняйтесь и говорите «Господь Иисус, я люблю тебя». «Господь Иисус, я люблю тебя». И мне все равно. Чувствуете вы, что вы любите его или не? Просто говорите «Господь Иисус, я люблю тебя». И я вас уверяю, когда я был в колледже, я слышал это. Я любил многие вещи, помимо Господа. Да. И когда брат сказал нам вам нужно говорить только вот что «Господь Иисус, я люблю тебя». Я пытался говорить это. И сатана постоянно говорил «Что ты говоришь? Ты любишь Господа, ты любишь эту вещь и эту вещь». И в течение какого-то времени я просто завяз. И потом я понял «Любовь это мой выбор». И когда сатана появляться снова со своими обвинениями, я просто говорил «Сатана, послушай, бедня, это мой выбор. Я выбираю любить Господа». Сатана, послушай, послушай, Господь Иисус, я люблю тебя. Если честно, вначале вообще никаких чувств, просто ноль. Я просто говорю эти слова верой. Спустя какое-то время, я не знаю, через сколько, я вдруг обнаружил «О, я действительно люблю Господа». У меня есть чувство, что я люблю Его, я люблю Его. Он реален для меня, он действителен. Да. Я чувствую, что этот пример, связанный с пищей, очень хороший. Он показывает разницу между переживанием Христа и наслаждением Христа. Христа. говоря, я люблю пищу. Слишком. Я тоже. Брат Марк, ты хотел бы вставить что-то? Если хочешь. Нет. Я просто повторить хотел. У нас могут быть подлинные и переживания Христа, но при этом никакого наслаждения. Мы действительно должны стремиться переживать Его, того, кого мы любим. И тогда придет наслаждение. Может быть, а может быть и нет. Аминь. Спасибо, братья. На самом деле, у нас есть несколько вопросов, которые связаны с этим. И я адресую следующий тебе, брат Питер. Вопрос такой, что мне делать, если я потерял наслаждение Богом? Последние несколько месяцев я постоянно пытался искать Господа и снова стать ближе к Нему. неверие сомнений и сомнений. Но у меня все еще есть мысли неверия и сомнения. Если Бог реален, почему Он не дает мне наслаждаться им? Дал я слишком много места врагу в моем разуме? Да, вот это да. Я хотел бы прежде всего сказать вот что этому человеку. Ты не одинок. Многие приходили ко мне с таким переживанием. Они хотят приблизиться к Господу, они хотят открыться Ему. Они делают что-то. Они делают то, что они считают, что они знают, как это делать. Они молятся так, молятся иначе. и кажется, что небо, небеса просто молчат. Этот вопрос настолько многогранный, что может вызвать вот эти помехи в соприкосновении с Господом. это на самом деле непросто сказать почему. Но я хочу сказать вот что. Вы знаете, брат или сестра, наша вера крайне важна. И вера основывается не на наших чувствах. нам нужно держаться того, что говорится в Слове Божьем. И нам нужно выбирать веру, то есть верить в это. Во-первых, вам нужно сказать дьявол. Поговорите с ним вот так в отношении этих сомнений. Сатана, я верующий, потому что я принимаю решение быть верующим. Я выбираю это. Я верю в Бога. И в Библии говорится, что только посредством такой веры Бог находит отраду во мне. И я верю в это, что я угоден Богу. И Он награждает тех, кто ищет Его. Хорошо. Затем я не знаю. Есть много святых, кажется. святых, которые... Ну, давайте небольшое переживание расскажу. Мои дети ходили в христианскую школу в Киеве. И там у них появилось много христианских друзей. У детей, имеется в виду. И братья и сестры, они христиане, они верят в Господа, но они не знают ничего о субъективных переживаниях Христа. Поэтому, когда мои дети говорят, я просто люблю Господа, они говорят, о чем вы говорите, что ты имеешь в виду, я люблю Господа, о чем ты говоришь, как ты любишь Господа. и недавно они начали домашнее собрание с этими друзьями. И на первом собрании они говорят, о чем вы хотите поговорить? Они говорят, о деньгах. И они стали говорить о деньгах. И им было интересно вот что. Что им делать, как христианам, с деньгами со своими? Давать им 10%, 100%? они не знали. Они искали того, что им кто-то скажет, что им делать. Их целью была не личность. Они не касались личности. И очень часто, когда мы говорили, когда мы говорим о святых, или когда святые говорят, что я упражняю свой дух, но это не эффективно, это не действует. Может быть, я перепрыгиваю уже к другому вопросу. Что означает эта фраза «упражнение духа»? К сожалению, я чувствую, что это как клише среди нас, такая избитая фраза. Упражнение духа, упражнять дух. Но факт заключается в том, что у нас есть дух. Я верю в то, что у меня есть дух. Он является моей частью, частью меня. И у меня есть воля. Я в любой момент могу использовать свой дух, если захочу. Есть еще один момент в отношении истины. Господь Иисус с моим духом, это факт. Я верю в Него. Он в моем духе. Если я хочу соприкасаться с Господом, я могу просто прийти к своему духу. Я могу начать молиться, я могу начать говорить с Но я чувствую, что когда мы говорим, используем этот термин упражнять дух, мы сосредоточены на чем-то техническом. Вы знаете, это вот как тарелка, нож и вилка. Это вот как инструменты. Но средоточие это не инструменты или не столовый набор. Средоточие это пища. Вам средоточие не на упражнении духа, а на самом Господе. Господь реален, Он живой, Он воскрес из мертвых на третий день, Он живой, Он живет во мне. Поэтому чувствую это или нет, я просто говорю с Ним. Господь, вот я, у меня нет никаких чувств, но я верю в Тебя. и я верю в то, что Ты действителен, Ты реален. Во-вторых, я верю Твоему Слову, я верю в Твою смерть, что через Твою смерть Ты совершил искупление за меня. Я верю прямо сейчас, что Твоя кровь действует, и я стою оправданным перед Богом. я верю в это. Чувствую я это или нет, я верю в это. И я верю, что Ты воскрес из мертвых, и Ты вложил себя в меня. И я верю, что я один дуб с Тобой. Я просто говорю с Господом вот так. Я просто разговариваю с Ним. Просто разговариваю. не будьте такими сложными. И цель это Он. Дело не в том, чтобы что-то делать. Призывание Господа. Цель призывания Господа это Он. Цель молитвочтения Слова это Он. Все эти вещи без Него пустые. И без соприкосновения с Ним они пустые. Я не отвечаю очень хорошо на этот вопрос, но честно говоря, я понимаю, что я может быть не совсем точно отвечаю на вопрос, но братья, мы все переживали это в течение многих лет. Послушайте, я потерял присутствие Господа спустя три месяца после моего динамичного спасения, у меня была радость и мир и наслаждение. Спустя три месяца все это ушло. У меня не было никакого знания истины, я не знал о своем духе, я не читал слова. «Я не знал спрашиваю, а как вернуть все это? Как вернуться к Господу?» Я получил разные ответы. Они говорили мне, «Тебе нужно молиться на языках». Я говорю, «Хорошо». «Ла-ла-ла-ла-ла» и так далее. «Тебе нужно молиться и поститься». я делал все это, ничто не действовало. Я был без присутствия Господа в течение четырех лет примерно. Я был как слепой в темной комнате. Иногда своей рукой я задевал выключатель и свет появлялся. Я вдруг понимал, «О, Господь, ты реален? ой, я хочу удержать тебя, ой, я хочу удержать это переживание». И затем я вновь терял это, потому что я думал, что Святой Дух сошел на меня, и затем Он оставлял меня, и затем Он возвращался на меня, пока я не встретился с братьями в колледже. И они нарисовали три концентрических круга и показали, что у меня есть Дух, и в День Спасения Господь вошел в Мой Дух, и Он там. И это Его адрес. Если ты хочешь посетить Его, приди в Свой Дух. Я подумал, о, хорошо. Я стал это делать. Я стал переживать Господа. Даже после того, как я узнал о Своем Духе, я терял Господа в течение какого-то времени. Да, но я продолжал приступать, приступать к Господу. Я говорил с Господом, я рассказывал Господу о своем состоянии. Господь, я хочу вернуться к Тебе. Вы знаете, когда я был спасен, моя первая молитва была такой. Господь, посмотри на этих людей. Они чем-то наслаждаются. Я хочу наслаждаться, чем они наслаждаются. Вот так. Я сказал, Господь, если это что-то реальное, я хочу этого. Просто говорите это. Господь, без Тебя у меня нет ничего. Я хочу наслаждаться Тобой. Возврати меня в наслаждение Тобой. И просто поймите, это Божья воля. Это Божья воля в отношении вас. Он хочет, вы наслаждались Христом. Мне нравится этот стих в послании к Эфесимам. Там говорится, которым Бог захотел поведать богатство своей славы и богатство его наследия в святых. Что вы на это скажете? Это воля Божья, его желание, чтобы вы знали переживание богатства Христа. Это его воля. Это то, чего он хочет. Бог хочет этого. Никогда не сомневайтесь в его воле в отношении вас. Почему Бог не позволяет мне наслаждаться им? Не принимайте ложь от врага. Божья воля состоит не в том, чтобы лишить вас наслаждения Христом. Нет, никогда. Но иногда у нас возникает проблема, грех. У нас есть какие-то препятствия в нашей душе. И мы освобождаемся от этого, просто поворачиваясь в господь, приходя к господу. Тот, кто приходит ко мне, что он там говорит? Я хлеб жизни, кто приходит ко мне, никогда не будет, ни в коем случае не будет голодать. И кто верует в меня, ни в коем случае не будет жаждать. Я верю в это. Я верю в это. И я принимаю это слово. И я прихожу к Господь Иисусу прямо сейчас. Ты сказал, что если я приду к тебе, я ни в коем случае не буду голодать. Господь, я голоден. Я голоден. Ты должен исполнить свое слово. И Господь, я жажду, я верю в тебя. Тот, кто уверует в меня, ни в коем случае не будет жаждать. Это 6 глава Евангелия 1, 35 стих, по-моему. Аминь, брат Питер. Я думаю, что мы перейдем сейчас к следующему вопросу. Вот этот следующий вопрос, может быть, мы дадим его брата Марка. Здесь говорится, как практически упражнять свой дух. Я вырос в церковной жизни, я слышу это в качестве рецепта в отношении моих повседневных проблем, которые я прохожу со школы и до университета. Но я не уверен, что вообще знаю, как упражнять свой дух. Иногда я ощущаю радость и мир, когда я призываю Господа и молитвенно читаю. Но это работает не всегда. Я не уверен, что я знаю, как упражнять дух и в том, что я делаю это правильно. Рот, Марк, можете взять этот вопрос? Ну, знаете, дело не в том, как Петр сказал, что дело не в методе, а дело в личности. и когда мы говорим, когда мы создаем свое внимание на том, как это делать, как упражнять дух, как я начинаю диалог с кем-то, как я прихожу к Господу. Господь сделал себя доступным для нас. провожу ли я 10 минут, вот сначала я в пении, потом я 15 минут читаю, затем я молитвенно читаю, то есть средоточие на самом деле в том, чтобы приходить к Нему. Как делать это? Это вопрос того, что работает в отношении этой личности, в отношении того, чтобы приходить к Нему. И нам не нужно быть сосредоточены на том, чтобы делать что-то, просто выполняя какой-то долг, рутинным образом, потому что Господь, Он живая личность, и Он привлекает нас к себе. Это не какая-то формула, какой-то инструкция, алгоритм. Вот вы делаете это, и вот у вас все получается, и вы оказываетесь в состоянии, в упражненном духе. Нет. Это вопрос того, что вот эта личность, она живет в вас, и она привлекает вас к Себе. Он хочет, что вы узнали Его, Он хочет, чтобы вы пришли к Нему. Возможно, вы делаете одну вещь сегодня, а другую вещь завтра. Дело не в какой-то конкретной практике, а дело в Личности. Я не знаю, вы поняли, что я имею в виду? нам нужно приходить к этой Личности. Говорите с этой Личностью, разговаривайте с ней и не будьте связаны тем, чтобы применять какую-то технику, какой-то метод. Не сосредоточьтесь на технике, на каком-то методе, а сосредоточьтесь на Личности. Очень интересно, что в вопросе говорится так. Иногда я ощущаю радость и мир, когда я призываю Господа или молитвенно читаю. Да, когда я призываю Господа или молитвенно читаю. Но это работает не всегда. А что вы хотите, чтобы работало? То есть вот в чем цель, чтобы это работало? Чтобы вы чувствовали радость и мир? Вот в этом цель? Или что? Ну, понимаете, да? Я хочу снова сказать, мне кажется, нам нужно сказать Господу, Господь, дай мне откровение, где находится мой Дух, что такое мой Дух, и покажи мне, дай мне зрение моим внутренним глазам, чтобы я увидел, что ты, ты в моем Духе, и твой Дух, и мой Дух соединены в Одно. это факт, это не зависит от того, чувств, ощущаете ли вы радость и мир или нет. Нет, это факт, ваш Дух и Дух Господа соединены в Одно. Вы знаете, я в Господнем восстановлении более 40 лет, и я до сих пор обнаруживаю, я даже не знаю, насколько я осознаю, каков мой Дух. И вот эта тайна, что Бог слил себя со мной в моем Духе, это просто взрывает мой разум. Я уже говорил это раньше на предыдущих общениях у Камина, но я говорил, что Библия показывает нам, как это называется, ценность, как Библия оценивает человеческий Дух. В Захарии 12.1 говорится, что Он распростер небеса и положил основание земли, и Он образовал Дух человека внутри Него. Вот такая иерархия значения небеса, земля и Дух человека. Давайте сейчас поговорим о небесах. Некоторые братья очень много разговаривали, и они преподносили невероятным образом о небесах. Вот просто посмотрите на небеса. Вот некоторые неверующие ученые, они смотрят на небеса, и они просто в восхищении. Их вывод такой, человек просто ничто, просто он вообще никакого значения не имеет. Но на самом деле они не правы. с точки зрения Бога небеса предназначены для земли, а земля для моего Духа. Итак, небеса. Вот замечательные небеса. Затем земля. Вот что это за место? Вы знаете, творение, братья и сестры, творение это вот он сделал такую свадебную комнату. Вот наш жених представлял такую комнату, это земля. Когда вы видите что-то замечательное в творении, вот этот творец говорит, поцелуй меня. Вот это вот что представляет собой земля, что представляет собой творение. Когда вы видите творение, какое оно замечательное, то в вашем духе есть отклик. И именно там находится действительность всего. Бог является действительностью всего. Он находится в вашем духе. Я не знаю, получилось ли у меня возбудить такое восхищение в отношении вашего духа, но я на самом деле просто надеюсь, что ваша уверенность в том, что вы знаете, что ваш дух немножко пошатнулась. На самом деле наш дух, он знает вещи, относящиеся к Богу. Он исследует Божьи вещи. Он открывает все, что относится к Богу, открывает это нам. Но в общем, я просто люблю свой дух. Я люблю свой дух. Я учусь тому, как использовать мой дух. И в основном я использую мой дух посредством того, что я молюсь и разговариваю с Господом долгое время. И чем больше я разговариваю с Господом, тем больше я призываю Господа, тем более просто это становится, просто поток течет. И когда я молюсь, когда я призываю Господа, это такое легкое дыхание. Братья и сестры, упражнение вашего духа, оно такое же легкое, как дыхание. То же самое, как дыхание. Ну, так или иначе. Вот это все, что я хотел сказать. Я соглашусь с этим, что это вот так же легко, как дышать. Очень часто я просто проводил разговоры с Господом, я разговаривал с Ним. вот самая первая молитва, которую я выучил в своей христианской жизни, это «Господь, я поворачиваю мое сердце к Тебе». И очень часто я молился так, и я ничего не чувствовал. Я даже не знаю, как описать это. Но на самом деле Бог делал, я просто молился, «Господь, я прощаю мое сердце к Тебе», и Господь это делал. вот птицы не пели при этом, небеса не открывались. Но я просто поворачивал свое существо Господа и говорил, «Господь, я поворачиваю мое сердце к Тебе». Просто такое простое утверждение, простой разговор. И много раз я ничего не чувствовал, но я знал, что я касаюсь Господа. Я даже не знаю, как описать. Вы ничего не чувствуете, но вы знаете, что что-то происходит. Это ваш дух. Но когда я поехал во Вьетнам, я коснулся Господнего восстановления, я узнал немножко о своем духе. Затем, когда я был во Вьетнаме, я познакомился с братьями, которые были сосредоточены на том, чтобы учеников приобретать. И я начал думать в сферу того, что бы делал Иисус в такой ситуации. Я просто вышел из своего духа. И когда я снова вернулся, я начал снова соприкасаться с братьями и сестрами церковной жизни, вот реальность действительно вернулась, я снова начал касаться своего духа. Иногда мы практикуем просто внешнюю христианскую жизнь, но не в действительности своего духа. Вот такие простые разговоры с Господом. Однажды я просто бегал, и Господь начал разговаривать со мной. очень часто я просто делаю упражнения, я где-то хожу, гуляю, и вот я начинаю просто разговаривать с Господом. То есть дело не в том, чтобы делать что-то. Конечно, у нас есть в церковной жизни много жизненных практик. Мы делаем что-то, но мы делаем это, чтобы касаться личности, а не получать какие-то чувства. Если мы используем эти жизненные практики, чтобы получать какое-то чувство, тогда действительность Господа, она уйдет, она исчезает. Если мы разговариваем с Господом, тогда мы узнаем, мы поймем, что Он слушает. Это то, что я хотел сказать. Знаете, братья, в этом вопросе здесь говорится следующее. Здесь говорится, я вырос в церковной жизни, и я слышу это в качестве в кавычках рецепта в отношении моих повседневных проблем, через которые я прохожу со школы до университета. упражнения нашего духа. То есть упражнения духа это в кавычках рецепт в отношении всех повседневных проблем. Братья, что нам сказать на это? Вот это то, чем является наш дух? Это рецепт по решению проблем? Нет, наш дух это не про это вообще. Если цель в том, чтобы получить рецепт для решения моих проблем, тогда вы находитесь в неправильной сфере. Ваш дух предназначен для того, чтобы присоединить вас к Богу. не для того, чтобы решить ваши проблемы. Дух предназначен для того, чтобы соединить вас с Творцом Вселенной, чтобы вы слились с Ним, смешались с Ним. Это должно быть вашим сосредоточением, вашей целью, независимо от того, есть ли у вас проблемы или нет. Ваш дух это не рецепт от ваших проблем. Если вы ищете этого, то вы не найдете это там. И мне кажется, это именно то, о чем говорили братья. Когда мы смотрим на эти термины, и мы думаем, а, ну вот это не работает, это не дает мне жизни мир. Тогда тогда значит, вы просто полностью находитесь не в той сфере. Вам нужно выйти оттуда, будучи церковным ребенком. И вам нужно сказать, есть ли у меня проблемы или нет. Я хочу просто знать тебя, Господь. я не знаю тебя, я не знаю тебя достаточно. Я вырос в церковной жизни, я знаю всякие вещи, я знаю все доктрины, но я не знаю тебя. Я хочу знать тебя. Вот, вам нужно молиться так. Забудьте о ваших проблемах. Вам нужно узнать Бога, узнать Господа Иисуса, Творца Вселенной, воскрешенного живого Господа. Понимаете? Поэтому это вот мы очень у нас большое бремя об этом. Павел сказал, что я борюсь, я борюсь в отношении того, чтобы Христос формировался в вас. Павел, он боролся, он был в муках рождан, чтобы Христос образовался во всех вас. И мы тоже самое переживаем. И чтобы Господь избавил вас от всех этих внешних вещей, и чтобы Он привел вас к вашему жениху, привел вас к самому Христу. Помоги нам, Господь Иисус. Две вещи очень быстро. Очень быстро. То, что Питер упомянул, мы поместим это в чат. Вот вопросы и ссылки. И вот еще один вопрос в отношении связанной с этим. Мне очень помог ваш отклик, потому что вы перевели нас в сторону, отвернули нас от всех вещей к Личности. Но можно я задам такой вопрос? Что бы вы сказали человеку, который чувствует, что его проблемы, они мешают ему соприкасаться с этой Личностью? Вот они хотят соприкасаться с этой Личностью? Они хотят упражнять свой дух в положительном смысле. Но они чувствуют, что есть много препятствий на этом пути. Возможно, это беспокойство, возможно, они чувствуют себя подавлено или какие-то навязчивые грехи. И они чувствуют, что эти вещи постоянно встают на пути того, чтобы соприкасаться с этой Личностью. Мешают вот такой дополнительный вопрос. но я бы сказал так. Мне кажется, что они должны понять, осознать вот эти вещи, которые мешают им и записать их. И затем одна за другой открыть эти проблемы, эти вещи Господу. И очень часто мы просто обременены, мы полностью захвачены вот этими вещами, проблемами. и поэтому вот нужно поразмыслить, что это. И будьте конкретны. Будьте конкретны с Господом, говорите с Ним не общим образом. Не говорите просто вот много вещей происходит, много вещей, проблем, я просто хочу тебя сюда открыть. вопросов запишите эти проблемы и принесите эти вопросы детальным образом Господу. Не общим образом, но очень конкретным образом. И исповедуйте Господу то, что происходит. Господь знает, Он знает. И вы просто соглашаетесь. Но вам нужно сделать это очень детальным образом. это процесс. Это такой итеративный процесс, последовательный процесс. Это нельзя сказать, ну вот я сейчас быстренько это за пять минут сделаю. Это такой последовательный поступательный процесс. Но цель все еще состоит в том, чтобы восстановить то общение, которое у вас было с Господом, и даже общение с другими верующими. Да, точно. даже само действие этого разговора. Вы помните, вот Господь сказал этому слепому, что ты хочешь? Он сказал, Господь, прозреть, хочу прозреть. Господь знает нашу нужду, но нам нужно выразить это Господу. Господь, вот у меня есть эта проблема, я не могу коснуться тебя из-за этой проблемы, или вот какая-то вещь, она препятствует мне, препятствует мне найти тебя, коснуться тебя. Может быть, это какая-то финансовая проблема, или вы слишком заняты на работе. Может быть, кто-то вас беспокоит. Может быть, это проблема вашей личности, или какая-то проблема вашей душе. Это может быть кто угодно, но просто принесите это Господу одно за другим. Мы все грешники. Мы грешники. С одной стороны, мы омыты кровью агнца, но в то же самое время наша природа, наше существо. Вот именно поэтому нам нужна жертва за грех, потому что мы по природе грешники. Есть вещи в нашем существе, которые мешают нам. Может быть, это наше предисположенность, и нам нужно разговаривать об этом с Господом. Просто вот эти разговоры с Господом, вот на протяжении лет я столько, много разговоров, столько много разговаривал с Господом о многих вещах, вот об разных темах, и я хочу сказать вам, что Он понимает, Он слушает, и Он слушает нас. И Он не разочаровывается в нас, когда мы говорим Ему о наших проблемах. Я тоже хочу сказать, вот, Натан, ты сказал, что вот у меня есть проблемы, проблемы, я не могу соприкоснуться с Господом, потому что у меня есть проблемы, проблемы и проблемы. Ну, хорошо, в первую очередь нам нужно вернуться к Слову и стоять на Слове, на том факте, что Господь унес все проблемы на кресте, особенно то, что касается греха, нашей греховной природе. Мы были искуплены, нам нужно понимать это, нам нужно иметь такое понимание этого, и нам нужно верить в это, независимо ни от чего. Я верю, что я искуплен, я верю в это, я верю в кровь. Это решает множество проблем. Затем, я хочу вас показать одну брошюру, эта брошюра очень помогла мне, в моей жизни. Мне нравится рассказывать новым верующим этой брошюре, тем верующим, которым я благовествую. Это называется уверенность, надежность и радость спасения. и когда вы проходите через две трети этой брошюры, там есть такой подзаголовок, раздел «Потеря радости». О, о чем это говорит? О чем там говорится? вот эта маленькая брошюра, она так ясно раскрывает, что спасение, наше спасение, это как скала, но радость, это как такой нежный цветок, который очень легко завидают из-за маленького ветра. и там говорится о четырех вещах в отношении того, как поддерживать нашу радость. Первое это исповедовать наши грехи, это нечто очень большое, очень важное. Мне кажется, вот восемь лет прошло после того, как я спасся, вот только через восемь лет я обнаружил этот секрет исповедования своих грехов. И признание моих грехов. Вот Псалом 32, там говорится, я признал мой грех перед тобой, я не скрыл своего преступления. Я признал перед тобой мой грех и не скрыл мое беззаконие. И я сказал, исповедую мои преступления Иегове. И тогда ты простил беззаконие моего греха. Псалом 32, 5. И я просто обнаружил, что вот секрет того, чтобы снова приобретать радость, состоит в том, чтобы исповедовать мои грехи. Вот в те времена я просто грешил каждый день. Я просто пропадал, моя радость просто исчезала. Я чувствовал, я такой мертвый, такой греховный. Я не пытался делать ничего. Я просто возвращался, я признавал то, что я сделал. Я не пытался оправдывать себя. Вот вообще не пытался оправдывать себя. Я просто признавал мой грех перед Господом, и просил его простить меня. Я просто упражнялся в том, чтобы исповедовать свои грехи. Братья и сестры, если вы хотите, чтобы ваша радость восстановилась, просто попробуйте это, попробуйте. Просто исповедуйте свои грехи. Затем вторая вещь для того, чтобы поддерживать нашу радость, признаваться в том, чтобы принимать Божье Слово в качестве нашей пищи. я даже не знаю. Это просто вот это вот Святое Слово для утреннего оживления, это моя пища и моя радость. Каждый день я нахожу там Божьи слова, и я съедаю их. Они становятся во мне радостью, весельем моего сердца. Затем третье, нам нужно молиться Господу, и нам нужно говорить Господу, разговаривать с Ним. Писайя 56, 7 говорится, я побужу прийти на мою городу, на мою святую гору, и радоваться моим доме молитвы. И просите, чтобы ваша радость сделалась полной. Затем четвертый момент. А это общение. Нам нужно общаться с братьями и сестрами, нам нужно быть в общении. Вот возможно вы пошли на собрание, но вы не были на собрании долго-долго, вы говорите, у меня нет радости Господа. Ну конечно у вас нет радости Господа, если вы индивидуалистичный христианин, вам нужно быть в стадии, вам нужны другие овцы, чтобы мы наслаждались Господом вместе. Поэтому святые, мы все можем засвидетельствовать, что мы теряем Бога, куда Бог ушел, куда Он пропал. И затем мы приходим на собрание, мы просто приносим свое мертвое тело на собрание, мы садимся на собрание. и вот неосознанно, и вы даже не понимаете, как это произошло, и вы обнаруживаете, о, я вернулся, я вернулся в наслаждение со святыми. Я знаю, что есть много других проблем, депрессия, подавленное состояние, иногда это просто вещи, связанные с нашим телом, что-то физическое. Но вот такой путь, как нам сохранять радость. Спасибо, братья. Вы очень, очень, да, полезное общение. На самом деле, следующий вопрос, он связан с этим. Я обращу его обрату Кену. Здесь говорится, что мне делать после того, как я совершил серьезный проступок или грех. Иногда я чувствую, будто я безнадежен. Господь больше не может использовать меня, и я никогда не смогу служить Ему. И я чувствую настолько, что не вижу смысла жить. Как мне восстановиться и стать победителем? О, Господь, безнадежность, я знаю, что вы чувствуете. У меня было такое чувство. Вот когда вы чувствуете безнадежность после падения, я был в такой ситуации. я хочу в первую очередь сказать несколько принципов и затем приведу личный пример, не вдаваясь в детали. Мы вернемся к Давиду. Мы знаем, что Давид совершил большую неудачу. Затем у нас есть Петр в Новом Завете. Он отрекся от Господа. Он сказал, я не отрекусь от тебя. Но в итоге Петр отрекся от Господа. Что теперь ему делать? Но Господь помог Петру. И в итоге Господь лично пас Петра. Затем у нас есть апостол Павел, Он принял обет. Он принял обет, и он пошел в Иерусалим, и он знал, что ему не нужно это делать. И Господу пришлось совершить чудо, произвести смуту, чтобы увезти его оттуда, до того, как он примет этот обет. И он его пас и отправил его в тюрьму. Вот некоторые примеры вот таких больших падений. И давайте посмотрим на ситуацию Давида более детально. в Матфея 1 главе Матфея 1.6 И сей родил царя Давида. Давид родил Соломона от той, что прежде была женой Урии. Вот это было падение Давида. Он совершил убийство и пролюбодеяние. Не многие из нас делали такое. убийство и пролюбодеяние. И вот здесь примечание говорится. Будучи изоблечен, Давид покаялся. Его покаяние записано в Псалме 51. он покаялся и Бог простил его. После этого он родил Соломона. Таким образом, Соломон представляет собой итог человеческого преступления и покаяния в сочетании с Божьим прощением. брат Рон приводил этот пример несколько раз. Он говорил, что храм был построен благодаря человеческому преступлению, покаянию, в сочетании с Божьим прощением. Вот те, кого Господь использует для того, чтобы преподносить, служить и строить тело, это те, кто переживали преступления, падения, покаяния и Божьего прощения. Это то, что созидает тело. Если мы никогда не падали, если мы не знаем глубину и силу Господнего прощения, Рон сказал так, иногда вы делаете что-то, и братья просто говорят, как вообще ты мог это сделать? Знаете, у меня снова было такое переживание. Это было большое падение. Я просто облокотился на стену, я разговаривал с братом, я просто понимал, мое служение ему конец. Все, моему служению Господу конец. И знаете, какой ответ был этого брата? Он просто пас меня, и он сказал, он меня вернул в служение, он сказал, я не был греховным, но я был очень глупым. Но суть в следующем, что нам нужно знать, нам нужно знать силу и глубину Господнего прощения. Мы должны осознавать, что когда мы переживаем падение, он позволяет каким-то вещам происходить, каким-то падением, затем нам нужно узнать его. Нам нужно узнать глубину этого пути. Я хочу сказать следующее, братья и сестры, независимо от ваших падений, Господне прощение гораздо больше этих падений, оно гораздо глубже этих падений. Нам нужно просто осознать, это вот то, кем он является. Он созидает свое тело. Он не созидает свое тело через каких-то совершенных людей, которые никогда не падали. Он строит свое тело из таких надломанных тростинок и дымящего льна. И он он тот, кто исцеляет. Он тот, кто восстанавливает нас, приносит нас самого себя снова. Нам нужно знать силу и глубину его прощения, чтобы мы действительно отвергли ложь врага и его осуждения. Это Михей 7, 8. Здесь говорится «Не радуйся против меня, неприятельница моя, когда я упаду, я встану». Михея 7, 8. Когда мы падаем, то сатана, враг, он пытается нас осуждать. Но когда мы создаем прощение Господа, насколько Он любит нас и как Он заботится о своем теле, Он восстанавливает нас. Он восстанавливает нас. Он приводит нас обратно, используя наше падение для того, чтобы укрепить нас, для его строения, ради его строения. я просто скажу, как мне восстановиться и стать победителем? Просто скажите. Господь, я нуждаюсь в Тебе. Господь, Ты нужен мне. Господь, укрепи меня. Господь, спасибо за Твое прощение. Откровение 12,11. Они победили его благодаря крови Агнца и Слово своего свидетельства. вот это победители. Кровь Агнца и Слово их свидетельства. И это путь того, как мы побеждаем. Там не говорится, что они победили его благодаря тому, что они жили побеждающей жизнью каждый день и никогда не падали. на самом деле каждый день мы переживаем какие-то трудности, но мы можем прорваться благодаря крови Христа, крови Агнца, благодаря его победе, его крови, не благодаря чему-то из нас. Мы просто признаем, что мы греховны. Наша природа греховная, но есть в нас тот, кто является жизнью воскресенье. Он тот, кто обновляет наш разум и преобразовывает нас день за днем. И когда мы переживаем такое падение, мы осознаем, Господь, мы осознаем, Господь, я люблю Тебя. Господь, спасибо, что Ты любишь меня. Спасибо за ту любовь, которую Ты имеешь ко мне. И мы становимся победителем благодаря тому, что мы любим его. Даже когда мы любим его благодаря нашим падениям. братья и сестры, пожалуйста, не принимайте ложь врага. Любое падение. Он говорит, что такими, в первом Каринфе, Павел говорит, что вы такими были некоторые из вас. Он перечисляет разные вещи. Он говорит, такими некоторые были из вас, но вы были омыты. братья и сестры. он приводит целый список таких оскверняющих вещей. Братья и сестры, Божье прощение, Господне прощение. Это что-то немыслимое, это что-то великое. Нам нужно верить, что Он любит нас, и Он хочет, что мы стремились за Ним. и Его сердце всегда благо по отношению к нам. Его сердце всегда благо по отношению к нам. Даже в наших падениях Его сердце благо по отношению к нам. Аминь. Братья, я хочу вернуться к этому вопросу, прочитать первую часть. Что мне делать после того, как я совершил серьезный проступок или грех? Что мне делать? Первое, что вам нужно сделать, это покаяться. Это первое, что вам нужно сделать, покаяться. И вам нужно исповедать свой грех тщательно, тщательно. И очень полезно использовать 51 Псалом, просто помолиться этим Псалом Господу. Это Великий Псалом. Вот посмотрите, вот этот человек, Давид, он совершил убийство и прелюбодеяние. Вот это его исповедь в отношении убийства и прелюбодеяния. И вот там такое чувство. вот вы упали, да? Вот вы совершили убийство и прелюбодеяние. И здесь говорится, 51 Псалом, Псалом, благоволи ко мне, Боже, по твоей любовной заботе, повеличивай твоих состраданий, сотри мои преступления, и вы можете коснуться его чувства. О, Боже, повеличивай твоих состраданий, омой меня, омой меня, полностью от моего беззакония, от моего греха, очисти меня, ибо мои преступления я знаю, и мой грех постоянно передо мной. Я много раз переживал это. Я просто совершал такие глупые ошибки, я совершал такой грех, и он просто такое ощущение, он просто вот как будто передо мной, на экране, и перед Богом. И затем он говорит, против тебя и тебя одного согрешил я. О, действительно, я согрешил против тебя, я сделал злое в твоих глазах. О, мне очень нравятся эти фразы. Я сделал злое в твоих глазах. Нам нужно говорить с Господом таким образом. И нам нужно тщательно признавать Господу то, что мы совершили. И затем нам нужно сказать следующее. Господь Иисус, прости мне мой грех. Аминь. Аминь. Прости меня. Вам нужно просить прощения. И затем и после того, как вы исповедали Господу тщательно, вам нужно стоять на факте того, что драгоценная кровь омыла вас и омыла грехи. И что Господь простил вам эти грехи. Вам нужно стоять на этом факте, потому что враг, дьявол не оставит вас в покое. И затем я бы сказал следующее. Здесь говорится, иногда я чувствую, что я безнадежен, Господь больше не может использовать меня. Я думаю, что вы пали еще недостаточно. Я думаю, что вот этому человеку нужно еще немножко поделить. Почему? Потому что вы осознаете, вы действительно осознаете, что вы действительно безнадежны. Дело не в том, что вы чувствуете, что вы безнадежны. Вы на самом деле безнадежны. У вас будет такое субъективное осознание вашей полной безнадежности. Вот затем вы действительно начнете наслаждаться Господней благодатью. И вот затем после этого вы начнете быть использованными Господом. На самом деле без падений вы не можете быть полезными. Вы не можете служить. Вы не можете служить без падений. Просто посмотрите на Петра. Какое падение. Какая неудача. так хорошо, что эти падения и неудачи записаны в Библии. Представляете? Петр, вот его падение, его неудача, вот прямо в присутствии Господа, он прямо в лицо, он с проклятиями отрекся от него. Что это вообще такое? Как он вообще может потом в лицо Господу посмотреть? Все, все, я больше никогда не буду служить Господу. Все, конец. И затем Господь приходит вам в таком состоянии и делает вам завтрак и говорит, ты любишь меня? Я хочу сказать вам, вот когда вы переживаете, вот когда вы в падении в этой яме, вы переживаете любовь Господа, его прощение, вот это действительно что-то значит. Вы начинаете что-то понимать. Я вам хочу порекомендовать шестую главу из книги, как называется эта книга? Божья нужда и Божья цель. Глава 6. Там говорится, что падение позволяет человеку переживать Бога больше. Это драгоценная глава. Там говорится о том, что падение, неудачи, там говорится, что без них мы не можем двигаться дальше. Вы посмотрите на Павла, он убивал святых. Он гнал святых. Ну, можно сказать, но это было до того, как он был спасен. Ну и что? Павел, у него было такое осознание, что вот этот грех действительно давил на него. Поэтому он всегда называл себя как наименьшим из святых. Он говорит, я наименьший из всех святых. Поэтому очень хорошо иметь такие падения, неудачи, и не просто иметь чувство, что вы безнадежны, а что вы действительно безнадежны осознавать это. и затем здесь говорится, я чувствую это настолько, что не вижу смысла жить. Вот это действительно опасно. Вам нужно сказать дьяволу, чтобы он замолчал и напомнить ему о его судьбе в Огненном озере. И так вы побеждаете дьявола. Как быть победителем? Во-первых, исповедуйте свои грехи и применяйте крот Агнца. И затем стойте на слове и даже провозглашайте слово как слово своего свидетельства и не любите свою душу в жизни. Тогда вы будете победителем. Аминь, аминь, брат Питер. Брат Марк, вы хотите что-то добавить к этому? Я просто хочу повторить то, что братья уже сказали. Нам нужно признавать наш грех. Господь знает. И он ждет. Он готов, чтобы простить. Но мы должны признать это и затем просить прощения. потому что Господь, Он хочет восстановить те отношения, которые у Него есть с нами. Но первый шаг это, что мы должны признать это перед Ним. Да, аминь. Спасибо, брат Марк. Мне кажется, братья, я снова получил радостную весть сегодня. Это очень воодушевляюще и очень снабжает. Слава Господу, что мы в этом восстановлении. Он восстанавливает нас. Спасибо.